Что же делаешь? У него же не такая хорошая память, как у тебя, у меня. У него старые, бедные. Что же можно делать? Сочувствую его. Ты издеваешься надо мной? Нет, дорогая, я не имею права, смелесть за жену потаить. Надо от того издеваться. Я понимаю, где он был. Еще знаешь? Знаешь, как? Сижу в даршане. Он берет письмо. От той женщины, которая сидит слева. От той женщины, которая сидит справа. От той женщины, которая сидит за мной. Я сижу, как дура с моим письмом. Он проходит мимо меня, как будто меня вообще там нет. Он такой жестокий. Он такой жестокий. Я говорю, что я считаю. Я считаю, что я считаю тебе. Я понимаю тебя. Что же можно делать с таким жестоким человеком, который тебе не будет? Ну, а что я могу делать с такой жестоким человеком? Ты издеваешься надо мной? Я говорю, ты разрешишь меня тебе, что я скажу? И если ты воспринимаешь меня, как твой лучший друг, я тебе могу сказать. Если нет, то я не буду говорить. Говори. Ты понимаешь, почему он с тобой так делает? Немножко спокойно. Немножко спокойно. Немножко. Я понимаю, что это нормально, что ты чувствуешь эту боль. Но если ты постоянно будешь находиться в этой больнице, это уже не нормально. Это не нормально. Надо найти решение, как это было. Ребята расчет. Какое решение? Что было делать в тебе интервью? Это не решение. Не, это не проблема. Надо понимать, почему ты так делаешь. Ребята, почему ты так делаешь? Да. Это один из подходов, думать активизированные принципы. Я что-то совершил грех, поэтому мне не нужно. Давайте посмотрите. Оптимистично посмотрите. Оптимистично посмотрите. Стакан либо полю пустым, либо полю не полю. Не будем смотреть, что он полю пустым. Оптимистично посмотрите. Он так поступит, чтобы ты научились ощущать и смотреть Бога только внутри себя. Как это так? Окей, объясню. Например, он с тобой. На даршиной. Он берет твою письму. Что ты там пишешь? Что ты там пишешь? Что ты там пишешь? Я тебе не скажу. Я не говорю подробности. А я и не скажу. Ты говоришь, пишешь о каких-то проблемах? Может быть. Может быть. Ты хочешь сказать, а не знает эту проблему? Ты говоришь, а не знает эту проблему? Ты говоришь, пишешь. Ты пишешь. Конечно, пишешь. Ага, пишешь. Ага, пишешь. Что это не стало? Чтобы это не стало, нам придется отработать эту проблему? Попробуй с тобой. Сколько секунд он говорит с тобой? Сколько вопросов тебе задаст? Сколько ответ ты получишь на той вопросах? Пол секунд? 30 секунд? 30 секунд? Минута? Все. Я хочу, чтобы ты обратишься на меня, а на меня. Я хочу, чтобы ты обратишься на меня. Я хочу, чтобы ты обратишься на меня и поменять свою методику. Он будет обратишься на меня не одну минуту. И тогда ты обратишься на меня не одну минуту. Не 15-20 минут интервью, а круглый суток, все жизнь. Это ты хочешь или нет? Вот это вопрос. Это вопрос касается не только ее. Это вопрос касается каждого диска. Мы все хотим, чтобы с вами с нами общаться. Не одну минуту, не две минуты, не 15 минуты. Не 15 минуты. Не полчасика, не час. А круглый суток. О, ищи за парой. Ты этого хочешь? Да я хочу. Тогда дружи с этим другом, который сидит внутри тебя. Потому что Господь является не только твоим верным другом. Не только твоим верным другом. Господь является твоим единственным другом. Готово. 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 Продолжение следует...